Всем привет, друзья! С вами Ксюша и вы на канале Ангелов Рине. Сегодня будем говорить о корейской косметике. Слово Корея звучит отовсюду, учитывая Олимпиаду, учитывая постоянные инфоповоды. И, конечно, подсознательно мы как-то, наверное, это воспринимаем. И я в том числе, мне очень хочется говорить о корейской косметике. Сегодня будет у нас и та косметика, которая является частью моего ухода. Только частью, потому что полностью свой уход показывает. Я не знаю, какой длины будет видео. И новинки, которые недавно ко мне пришли с сайта Lucky Cosmetics. Кстати, вот сразу, да, упаковано было вообще. Я, знаете, я даже начала снимать видео с распаковкой. Я, может быть, ставлю сюда эти кадры. Но я поняла, что это невозможно. Там так было все упаковано. Золотые слитки, наверное, там, менее бережно хранят, чем косметику. Вот, но это не самое главное. Сейчас я вам покажу то, чем меня магазин покоряет. Шелестящие пакетики со словом подарок. Это наборы пробников. То есть пробники не просто рассыпаны по посылке вот так вот, на тебе, боже, что нам не гоже. Нет, все упаковано. Причем у меня здесь три комплекта. Причем даже, видите, есть вот такие вот миниатюры продуктов. Это разные наборы пробников. И самое главное, что я не видела ни у одного магазина корейской косметики. В принципе, описание пробников. То есть они не поленились, и вот они все описания сделали. То есть вам не надо, потому что у вас есть какой-то пробник, ничего не понятно, ни слова на английском, например. Или вы не разбираетесь в английском языке, вы ничего не понимаете. И надо искать там на сайте, что-то выискивать. Зачем эти проблемы? Они все написали. Вот за это прям респектус. Прям респект. Молодцы. Вот серьезно. Люди относятся к своей работе очень трепетно. Так, буду показывать перемешку. С чего начнем? Давайте вот начнем с вот этой штуки. Hate you, red spot. Ненавижу вас, красные пятна. Ну, тут речь идет о прыщах, постакне и так далее. И я не знаю, как произносится название этой марки. Вот здесь оно написано. Коэльф косметик. Я не знаю, но, наверное, так. Это средство с серой, и оно бежевого цвета для того, чтобы вы могли замаскировать и наносить это средство и под макияж, и на макияж. На макияж однозначно не советую. Под макияж, ну, тоже спорный момент. А вот на ночь, как просто средство для лечения прыщей подойдет. Вот смотрите, вам, может быть, не видно, там такая водичка болтается. Я хотела не смешивать фазы, но случайно смешала. То есть здесь жидкая фаза и, значит, такие взвесь частиц. После того, как вы смешали, вы открываете, достаете вот так вот небольшой аппликатор. И сейчас я нанесу на руку, вы увидите, какой он темный, и наносите на руку. Цвет только один. Сейчас, вот, видите пятно? Его видно на прыщах. Видно. Поэтому я рекомендую использовать это именно как лечебное средство, а не маскирующее. С другой стороны, если вы чуть-чуть темнее, чем я, то вам, наверное, подойдет. У меня на лице видно все эти пятна, как будто я пытаюсь скрыть ветрянку. Когда я пытаюсь как-то спрятать свои прыщи. Средство очень достойное. За ночь уходит ваше воспаление. Это супер. Сейчас, знаете, новая модная тенденция хаять корейскую косметику. Натыкались на такие видео на YouTube. Да и вообще, и знакомых у меня куча, кто говорит, значит, корейская косметика нам, европеоидам, не подходит. Обычно это говорят люди с вот такими расширенными порами, кратерами, с забитыми кожным салом, с ужасным тонусом кожи и так далее. Вы можете относиться к корейской косметике как угодно, от этого она не перестает работать. Понимаете? Гравитации все равно, верите вы в нее или нет, она есть. Нюанс корейской косметики в том, что ее нужно подобрать под себя, нужно что-то попробовать. И даже вот рекомендация, даже от блогера, она ну такая себе, понимаете, вам нужно испытать на себе. И когда вы найдете линейку продуктов, вот как я вам сегодня покажу, которая идеально подходит, идеально, кожа себя чувствует счастливой, вы все поймете и, короче, ладно. Я вам покажу декоративный продукт, это моя попытка как-то проникнуться тинтами корейскими. Я не очень хорошо к ним отношусь, потому что, ну, я фанат матовых губ, если вы заметили. Кстати, у меня сегодня лайм-крайм на губах, оттенок купит. От Саэм или Сэм, я не знаю, как правильно, тинт вот в таком ярком оттенке. Это глянцевое покрытие, очень комфортное. Это, ну, прям бальзам для губ, только с интенсивным-интенсивным цветом. Для того, чтобы мне носить это средство на губах, мне нужно хорошенечко выровнять тон кожи. Потому что вот это, здесь есть какой-то пигмент, какой-то потон, который перекликается с моими воспалениями на лице. Если не дай бог, у меня где-то есть прыщи, то есть цвет губ поддерживает этот прыщ, и это смотрится некрасиво. Как будто у меня какое-то прям все воспаленное лицо, очень хорошо увлажняет. И после того, как впитывается вот эта вот как бы питательная липкая часть, остается красивый ровный тинт, красивый цвет губ. Мне этот эффект нравится. Бритвы, бритвы, да. Слушайте, это такой спорный вопрос у меня на канале, это что-то. Ребята, я брею лицо, но брею это условно, снимаю пушок. Уже, а я не знаю сколько, год, может больше, я не знаю. Но это не так происходит, как вы себе представляете, что я, да, утром проснулась, поскребла свою небритую щеку, да, и пошла вот это вот. Нет, это не так выглядит. Вот такие бритвы. Они используются для бровей, для того, чтобы как-то там подкорректировать форму. Мне это не особо нужно, у меня брови так же деньги, что там корректировать, им нечего корректировать. А вот снять пушок вот отсюда, это как бы вообще отличная идея. Что это дает? Во-первых, вы эксфолируете кожу. Во-вторых, вы убираете тот пушок, который может поднимать тональное средство. Это сложно понять, пока вы не попробовали на себе. Вы увидите, как иначе ложится тональный крем, как пудра не ложится, как на пыльный персик такой волосатенький. Это правда работает. Не выросла у меня щетина, ничего не поменялось. Это все враки. Это вам кто-то говорит, кто не хочет, чтобы вы были красивыми. Вот такое ощущение. Не знаю. Маска для лица от SkinFood с арбузиком. Это такой аромат. Но это даже не аромат арбуза, а арбузной жвачки. Это тонизирующая маска для лица. Она в виде геля. Сейчас я вам покажу. В виде вот такого геля. Это прям жидкая такая консистенция, гелеобразная. У меня эта маска стоит просто в ванной. Я ее не храню в холодильнике. При этом от нее все время ощущение прохладцы какой-то. Невероятно тонизирует кожу. Действительно дает ей тот тонус, который необходим. Это утренняя маска для лица, на мой взгляд. Либо это маска для лица перед каким-то мероприятием. Кожа счастливая, увлажненная, в тонусе. Цвет лица выравнивается. Можно руку очищу. Вообще, что касается выравнивания цвета лица, мне кажется, все корейские продукты, вне зависимости от того, написано на них это или нет, воздействуют на кожу именно так. Именно пытаются скорректировать цвет. И это хорошо, пускай дальше продолжают это делать. Мы это оценим. Вот смотрите, у меня сколько тут этот тинт пробыл на руке. Ну, совсем немножко. И вот уже все как бы впечаталось. Вот эту маску советую для тех, у кого кожа тусклая, безжизненная. Такая, знаете, короче, печальная кожа, как я ее называю. Ну, по весне у нас у всех такое, откровенно говоря. Эту маску надо смывать. Да, ну, просто уточняю, потому что не все корейские маски нужно смывать. Поэтому я вам об этом говорю. И чтобы вы понимали, сегодня я вам показываю средства, которые, ну, не случайно в мою жизнь вошли. Я все заказывала по рекомендации, там, у меня есть подруга, которая очень хорошо разбирается в корейской косметике. У меня есть интернет, где я могу прочитать отзывы, какое-то мнение сделать, вывести, да. Поэтому сегодняшние средства, они не случайны. Масло для тела, масло для тела. Здесь нарисован абрикосик. Это пахнет не абрикосом, а абрикосовым вареньем. Ну, просто масло. Зачем я вам его показываю, господи? Вот вы не видели масло. Выглядит как подсолнечное. То есть, ну, обычное масло. Очень приятный аромат. Легкий. Илья просто в восторге. После душа, если намазаться этим маслом, ваш мужчина, я думаю, будет крайне рад, потому что вы, ну, будете пахнуть счастьем. Я не знаю, как еще передать. Марка называется Seed and Farm, если я не ошибаюсь. Это вообще мой первый продукт от этой марки. У них несколько вариантов этого масла. Здесь мне нравится, что на первом месте в составе не, там, liquid paraffin, да, там не какое-то минеральное масло, а масло абрикоса. Вот, да. Классно. Очень увлажняет кожу. Я сейчас вообще тащусь от масел, если честно. Вот почему-то мое тело именно сейчас воспринимает масла очень благосклонно. Паста. Конкретно эта не вскрыта. Но, ребята, это у меня, я не знаю, четвертая, пятая, может. Но я всегда раньше покупала вот такие маленькие варианты. Это паста Zact. Это паста для тех, кто либо курит, либо пьет много кофе. Я пью много кофе. И это спасение. Когда у меня просят посоветовать пасту, которая реально отбеливает зубы, вот я посоветую вот эту. Но в какой-то момент она пропала из магазинов. У меня на канале, на одном из первых видео, есть обзор на такую зубную пасту. Но потом она куда-то исчезла. Это средство, которым вы не будете пользоваться каждый день, иначе просто, да, там, зубы сотрете в ноль. Это именно как такая небольшая лечебная процедура или как гигиеническая процедура для ваших зубов. Роскошно отбеливает. Вот эту пасту, она, кстати, недорогая. И нужно ее капельку на зубную щетку, и вы все очистите. Вот это прям огонь. Если делаете заказ, вот эту пасту, ну, если у вас есть проблема с желтыми зубами, да, как у меня, например, кидайте, кидайте ее обязательно в корзину. Вам это понравится. Чокупай, да, Чокупай, это крем от САЭМ, крем для рук. В упаковочке, как Чокупай, здесь была еще такая упаковка, как, ну, вы поняли, да, такой пакетик. Супер, суперский крем. Меня чуточку он разочаровал тем, что я ждала запаха, вот, ну, какого-то ванильно-пряничного какого-то, но его здесь нет. Он практически ничем не пахнет. Крем очень плотный, и это, наверное, компенсирует его маленький объем. Здесь всего 35 мл. Это, ну, на мой взгляд, маловато для крема, хотя, смотря где вы его держите и как часто используете. Очень плотный крем, очень. И он действительно насыщает кожу влагой. И это не то, что вот вы намазали, и пока у вас он впитывается, да, у вас такие ручки приятненькие, а потом опять снова выжженная сухая земля. Нет, это пролонгированное действие и хорошо работающее средство. Я довольна, но запах, где мой аромат? Два средства для очищения кожи лица от макияжа, которые я еще не открывала, не пробовала. Первое, это Холика-Холика. Вот такое пенящиеся масло. Это как и гидрофильное масло, и гель для умывания. У меня еще мое гидрофильное масло не закончилось. У меня от Skin House, но такой популярная рисовая вода, да, так называемая. Вот это хочу попробовать. Вообще, любовь к Гудетаме нам привила кто? Катя Клэп, да? Теперь все тоже вижу, думаю, надо-надо мне тоже. Это средство очень-очень-очень советовала моя подруга и говорила, что это сказка. С точки зрения очищения кожи лица, это просто восторг. Ну вот попробуем, узнаем. И еще одно средство, которое я прям жду, когда я его открою и начну тестировать. Это двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ. Мне это действительно нужно. У меня какие-то сейчас адово чувствительные глаза. Я не знаю уже, что мне подойдет. И вот мне подруга посоветовала. Она носит линзы. Она, в принципе, у нее глаза тоже чувствительные. И она смывает макияж с глаз вот таким средством. Его хватает надолго, потому что на ватный диск его нужно нанести совсем чуть-чуть. Вам нужно смешать две фазы. Вот вам плохо видно, потому что по цвету не отличается. Просто видно, что плотность разная. Здесь внизу такое что-то как масляное и наверху как водичка. Вам будет нужно смешать эти две фазы, нанести на ватный диск и очистить лицо. Попробуем, узнаем. Вот давайте еще вот, что я не открывала и не пробовала. Это маска. Давайте называть это маской, называется Treatment. Будем называть просто маска для волос. И это не просто маска для волос. Я так понимаю, это марка ZAB. И это средство, которое мощно восстанавливает ваши волосы. То есть это такой, не просто масочку какую-то нанесла и смыла. Это прям серьезное воздействие. Там написано, что на всех слоях там волосы просто меняются. И самое главное, у всех корейских средств, что я пробовала, для увлажнения волос, восстановления, был эффект. Ни одно не было, чтобы сказать, а оно не работало. Все работали. И я уверена, что вот это будет работать. Тут другой момент. Они съедают цвет очень сильно. Когда я пробовала, помните, у меня такие были, ладор, как они зовутся? Ну там смешивать с водой, ну такие бутылочки маленькие. Так вот, когда я ими пользовалась, у меня краска, вот хвост просто у меня был без краски. Я выила краску, и когда я пришла к мастеру, она говорит, и что делать? У меня часть головы такая, часть головы такая. Особенность вот этого средства в том, что производитель заявляет, что никак на окрашенные волосы негативно воздействовать не будет. Не будет съедать краску, не будет убирать вот этот вот блеск, который дает краска в волосе. Будет все сохранять, и для меня это очень ценно. И чтобы говорить об эффекте и рекомендовать это средство девчонкам с окрашенными волосами, мне нужно самой покрасить волосы, получить свежий цвет. Завтра уже иду к мастеру. Господи, я уже не могу, честно. У меня уже прям тяжко. Я планирую изменить цвет, но понятно, не кардинально, нюансово, но тем не менее. Для того, чтобы я могла на себе протестировать и понять, съедает цвет или нет. Как вообще воздействовать. Отзывы просто там, что это истина в последней инстанции. Ну, будем пробовать. Я пока ничего такого прям сказать не могу. Отопью. Маска с чайным деревом, успокаивающая. Прошли те времена, когда мне хотелось свои прыщи максимально высушить, на них агрессивно воздействовать и так далее. Я поняла, что это не работает. Нужно успокаивать, нужно их убаюкивать. И они тогда проходят. Вот серьезно, все агрессивное воздействие на кожу у меня всегда заканчивалось крайне негативно. Это маска. Вот такая гелевая. То есть она абсолютно прозрачная. Пахнет убойно чайным деревом. Но меня это вообще никак не смущает, потому что пускай пахнет чем угодно, лишь бы работало. И это ночная маска, которую смывать не нужно. После того, как вы уже очистили лицо, сделали там свои процедуры какие-то, вы наносите эту маску, ложитесь с ней спать. Но желательно, чтобы был хотя бы там полчаса перерыв, чтобы маска впиталась и не размазалась вам по подушке. Вы ее наносите, утром смываете теплой водичкой и делаете так дважды в неделю. Ну, зависит от того, какие у вас прыщи. Я ее наношу не на все лицо, только локально, да, где у меня есть прыщи. Работает отлично. На утро вы видите, что все ваши покраснения значительно уменьшились. Как рельеф ушел, так и покраснение, само цвет. Так что в этом есть смысл. Вот такой малыш, осьминожка. И вот что это такое? Вы бы скажете, это, наверное, бальзам для губ, это там какие-нибудь кремовые румяна. Нет, это скраб от черных точек. Я забыла название марки, но все равно ссылки там все найду, внизу оставлю. Какая-то сказка. Значит, обратите внимание, шарик. И вот видите, здесь такая как бы шершавенькая часть. Так вот, ее изначально нет. Когда вы открываете, это абсолютно гладкая поверхность. И я сначала что-то елозила, не могла понять, что происходит. Потом взяла просто ноготочком, сняла миллиметр верхнего слоя. И тогда проявилась вот эта вот шершавая часть, которая очень весомо, очень чувствительно очищает область, где у вас черные точки. То есть вы прям, ой, прям по руке, слушайте, прям ух, жестенько. Вы по крыльям носа, по носу, по подбородку, ну, везде, где у вас есть эта проблема, водите. И получаете приятный, достаточный эффект. Отбеливается-то оно все сразу. То есть изначально оно сразу отбеливается, пора раз осужается. Кажется, что все вообще идеально. Понятно, что через время эффект как-то так проходит. И вы, собственно, снова нуждаетесь в каком-то скрабировании. Мне вся эта история очень нравится. Потому что удобно локально воздействовать на свои проблемные зоны. Вообще, в мой прошлый запой корейской косметики я избавилась практически от черных точек. А потом случилось, у нас тут погода была противная, что-то, не помню, целая череда событий. Я пересушила кожу и была вынуждена спасаться кремом Сибирячок от Натура Сибири. Это детский крем с пантенолом какой-то там от мороза. И он мне действительно помогал. Но все поры забились. Просто какой-то кошмар. Вот сейчас я снова пытаюсь выйти в то чудесное, прекрасное состояние красивой, идеальной кожи. Я очень надеюсь, что в борьбе за чистые поры мне поможет вот этот набор от Мизон. Это популярная вообще история. Первый шаг открывает поры, да, по возможности. Второе, это черная липкая маска, которая застывает, вы потом ее очищаете с лица. И вот такая сыворотка, которая запечатывает поры. И мой главный вопрос, который я себе задаю, есть ли отличие от каких-то супер дешевых китайских алиэкспрессных аналогов, алиэкспрессных. Я понимаю, что скорее всего да, но надо все тестировать. Надо все тестировать. Еще один интересный декоративный продукт, это пудра, тоже с гудетамой. Холика-холика все так же. Это, по словам двух моих знакомых девочек, лучшее средство, которое не матирует, как ничто другое. Но я пока не могу такого сказать. Не могу. Здесь внутри вот такой вот спонжик, ограничитель. И мы имеем вот такую пудру. Абсолютно белая. При нанесении кистью она прозрачная, то есть вы тут не получите себе какое-то выбеленное сильно лицо. То есть видите, ее совершенно не видно, она как бы растворяется на коже. Да, действительно, это средство матирует. Матирует. Видно, что впитывает кожное сало и так далее. Но вот что-то, не знаю, может быть то, что она прозрачная. Я вообще к прозрачным пудрам отношусь, ну вот так. Я люблю пудры с оттенком. Это, наверное, такой какой-то стереотип устоявшийся, я точно не знаю. Масочки, масочки. Вот такая отбеливающая, еще не пробовала, но советовали мне ее. Мне здесь все советовали. От Беррисом. Вообще марку Беррисом, обожаю их маски тканевые, обожаю. Вот такие еще не пробовала. В принципе, это коктейли. Пинаколада и Мохито. А вот такие маски я уже пробовала. Сейчас вам покажу поближе. Это маска для волос. И вы видите девочку, у которой, значит, шапочка надета только на хвостик. И это так и есть. Когда вы вскрываете, внутри такой пакетик, который содержит пропитку для вашего хвостика. Вы собираете волосы в пучок, засовываете в пакет. Звучит странно, правда? Там вот так вот волосы немножечко, да, ну, чтобы они все пропитались маской. Наносите. И там, допустим, опять закрепляете резинкой. Кстати, там резиночка идет в комплекте маленькая. Держать на голове нужно полчаса. Можно даже специально подогреть. Если у вас есть чем? Фен или специально вот эта, знаете, ерунда на голову, которая надевается в розетку, вставляется. У меня нет ни того, ни другого. Работает обалденно. Держите полчаса и смывать не нужно. В этом большой плюс. После того, как вы сняли, у вас, да, волосы такие, вы чувствуете на них средство, но вы это средство растягиваете по, там, как-то всей длине, по голове, и ничего страшного не происходит. Я не заметила какой-то жирности, что волосы быстрее пачкаются. Нет, все очень приятно. Есть ли уход за волосами? Есть. Однозначно, средство работает. Маска, которую я взяла по совету Диану Суворовой. И это маска рисовая от SkinFood. Есть вот такая заглушка. Это очень приятно. Я всегда люблю, когда так. И, ну, вот так выглядит. Очень густая. За счет вот такой консистенции оказывает и массажное действие, и такое легкое скрабирующее. Вы наносите и начинаете постепенно вот так вот водить по коже. Немножечко массируете, а потом оставляете на 10-15 минут и смываете. Кожа у вас мало того, что очищена, она еще и увлажнена и выглядит прекрасно. И тонус, и цвет кожи, все прям на ура. Она практически не имеет запаха. Какой-то там легкий косметический есть, но какого-то особого аромата нет. Я знаю, что для многих это плюс, поэтому я об этом говорю. 100 грамм этой маски хватит очень надолго. Да. Так что это хорошее вложение денег. Это реально работающая маска. Покажу вам вот такой красивейший набор от Misha. И этот набор называется Super Aqua Ice Tear. То есть это ледяная слеза. Что здесь внутри? Крем, тонер, эмульсия и две миниатюры вот этих же продуктов. Просто вот, ну то, что вы можете взять с собой или какую-то в спортивную сумку положить. Или там взять с собой в поездку. Вот такие вот малыши. И этот набор не просто так. Этот набор для победителей цимарафона стройности. Я не знаю, когда вы увидите это видео. Почему я выбрала именно этот набор в качестве приза для победителя? Потому что у меня этот набор был в миниатюрках. И это было роскошно. Кожа действительно увлажненная. И это максимально то, что я могла подобрать гипоаллергенное и универсальное. Увлажнение, ровный тон кожи и упругость нужно всем вне зависимости от возраста, там, я не знаю, от социального положения и так далее. Поэтому вот такой набор уйдет нашей победительницы. Если вы хотите подробностей, составов, особенностей применения, заходите на сайт на Лаки Косметикс. Там все прописано. Причем у них есть там отзывы, и они не удаляют негативные. Так что если вы хотите, там прям все люди правду пишут, можно почитать. Ну и я покажу свои уходовые средства. Наконец-то я до них дошла. Итак, после того, как я умыла лицо гидрофильным маслом, пенкой, уже показывала вам их тысячу раз, очень экономичные средства, они никуда не деваются. Я уже не знаю, сколько ими пользуюсь. Я наношу тонер. И у меня от марки САЭМ линейка Урбан Эко. Это та линейка, которая направлена на борьбу с токсинами, на защиту кожи, на естественный иммунитет, на восстановление именно здоровья кожи. Это супер-супер. У меня есть тонер, у меня есть миниатюра. Вот как, собственно, тот набор от Миши, такой же был от Урбан Эко. Миниатюра тонера и сам тонер в большой упаковке, вот такой с помпой. Я предпочитаю этим тонером не протирать лицо ватным диском. А наносить его немножечко на пальцы и разносить уже по коже лица. Это гораздо приятнее. И вот смотрите, какой он гелевый. Да? Если наносить на ватный диск, у вас получается колоссальная потеря продукта. Приятно наносится. И какой аромат. У этой линейки сказочный аромат. Это какие-то травы, это, я не знаю, цветы весенние. Очень вкусно пахнет. Следующим этапом я наношу эмульсию. Вот я все время путаю, что мне нужно наносить, эмульсию или сыворотку. Вот сейчас я наношу эмульсию. Но мне надо вот озадачиться и почитать. Я вот все время путаю. Эмульсия. Тоже большой вариант. Миниатюра. Точно так же здесь помпа. Это очень классно. Это помогает дозировать продукт. Эмульсия более жидкая, чем тонер. Да? Мы привыкли к другому. У нас тонер должен быть водой. А тут наоборот. То есть вот она капелька раз. Легко и капнула. Легкое средство. Классное. Но его недостаточно, например, для того, чтобы сказать, ой, моя кожа уже увлажнена и уже сыта. Нет, этого недостаточно. Есть ощущение, что кожу нужно как бы добивать следующими какими-то уходовыми средствами. Также ОЦМ из линейки Урбанек у меня вот такая сыворотка. Упаковка, кстати, пластик. Хотя кажется, да, что абсолютное стекло. Стекло и дерево. Нет, пластик и пластик. Все нормально. Сыворотка роскошная. Я пока не могу понять, сколько мне ее нужно. Вот вроде хочется одно нажатие использовать, да, в целях экономии. Но вроде как на все лицо плюс зона декольте нужно два нажатия. Не знаю. Ну вот смотрите. Одно нажатие дает достаточно много продукта, но после того, как вы наносите эмульсию, кожа начинает поглощать эту сыворотку, прям втягивать в себя. И не получается ее разнести так, как хочется. Сыворотка имеет немножко другой запах. Она интенсивно воздействует. Она запечатывает все те эффекты, которые дали предыдущие средства, да, она им помогает держаться. Классно. При этом вот сколько бы я ни нанесла, нет ощущения перегруженности. Ой, тут миллион слоев, липко. Нет. Нет. Даже наоборот. Моя жирная кожа в восторге. Хотя казалось бы, ой, на жирную кожу легкий гельчик там нанесла и побежала. Нет. Когда кожа хорошо напоена водой, когда она увлажнена, проблем вообще не возникает. И всегда завершающий этап ухода за собой у меня это крем. И это не крем, это какое-то волшебство. Я вам его покажу. Он очень густой. Видите? Очень густой. Я его беру лопаткой. Сейчас я ее не взяла, оставила в ванной, поэтому не покажу вам. Можно я не буду лезть пальцами? Потому что крем экономичный. Я поняла, что надолго хватит, а как-то контаминировать его бактериями не хочется. Он густой, при этом он как взбитая какая-то плотная пенка, что ли. Его набираете ложечкой, наносите на лицо. И вот это прям финальный аккорд, который вам был нужен. Этот крем, он достаточно плотный. Он, если его вот просто на руку взять, он даже может показаться каким-то избыточным для нанесения уже поверх всех этих слоев. Но нет. Он на своем месте. Он прям там, где он нужен. Пожалуйста, в комментариях поделитесь, какими средствами корейского ухода вы пользуетесь. Вообще, пробовали ли вы корейскую косметику? И если пробовали, то как? В отрыве от корейской системы? То есть, например, у вас была одна пенка, или у вас был один тонер, или еще что-то. Или у вас была прям вся система ухода? Потому что я уверена, если у вас была система ухода, и она была подобрана под ваш тип кожи, то вы остались в восторге. Нет в моем окружении ни одного человека, кто вот пользовался бы и сказал, да, вообще ничего не сработало, вообще ни о чем. Нет. Обычно все испытывают радость, восторг и удовольствие от собственного отражения в зеркале, что может быть важнее. И сегодня я вам желаю не лениться. Вы очень часто мне пишите, ой, лежат эти маски тканевые, или там еще какие-то, руки не доходят, мне лень. Вот я желаю, чтобы вам было не лень, чтобы вам было не лень ухаживать за волосами, за кожей рук, за там еще, кстати, всякие перчатки, знаете, на ночь корейские, которые помогают там увлажнять кутикулки и так далее. То есть много всего. Очень желаю вам не лениться и испытывать мотивацию и некоторое вдохновение для того, чтобы ухаживать за собой. Люблю вас очень сильно. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо. Спасибо. Спасибо.